Всем привет! Сегодня мы приготовим очень вкусный, нежный, ароматный грушевый пирог на пушистом дрожжевом тесте. Для его приготовления нам понадобится мука, молоко, яйца, сливочное масло, дрожжи, сахар, соль, ванилин, груши, лимонный сок, коричневый сахар и немного сахарной пудры для посыпки пирога. Приготовление пирога начнем с приготовления теста. Для этого в глубокую посуду наливаем 4 столовых ложки молока. Молоко должно быть теплое, примерно температура молока 36-37 градусов, это температура тела. Добавляем в молоко 3 чайных ложки сухих дрожжей. Все это перемешиваем и немножечко подождем, пока дрожжи начнут растворяться. Теперь в молоко и дрожжи добавляем немного соли, буквально щепотку, 1 грамм ванилина, сахар и яйца. Все это хорошенечко перемешиваем. В получившуюся смесь добавляем размягченная сливочная маска. Высыпаем муку и замешиваем мягкое липкое тесто. Таз с тестом затягиваем пищевой пленкой. И убираем его в теплое место, для того, чтобы тесто хорошенечко подошло. Время подъема теста зависит от активности дрожжей и от температуры, при которой тесто подходит. Когда тесто хорошо подойдет, на его поверхности появятся воздушные пузырьки, можно приступать к разделке пирога. Очищенные от кожуры и сердцевинок груши нарезаем дольками шириной примерно 2-3 см. Груши сбрызгиваем лимонным соком и перемешиваем их соком для того, чтобы груши не заветривались. Тесто перекладываем в заранее подготовленную форму. Дно формы нужно выстелить бумагой для выпечки, смазать формочку сливочным маслом и слегка присыпать ее мукой. Я буду выпекать свой пирог в металлической разъемной форме диаметром 22 см. Тесто перекладываем в форму и равномерно распределяем его по всей поверхности. Теперь берем кусочки груши и укладываем их в тесто, немножко отступая от края для того, чтобы затем по краю пирога не было провалов. Груши слегка притапливаем, так красиво укладываем их веером в тесте. Сверху все это посыпаем обильно коричневым сахаром. Формочку закрываем пленкой и ненадолго убираем форму в теплое место для того, чтобы пирог подошел. Когда пирог начнет расти, включаем в духовку разогреваться до 200 градусов. Пока разогреется духовка, пирог наш еще немножечко поднимется. Духовка разогрелась, напомню, что разогревали мы ее до 200 градусов. Отправляем пирог на выпечку. Готовится он недолго, примерно время приготовления пирога 15-20 минут. Точное время приготовления зависит от возможности вашей духовки. Выпекать пирог будем до готовности, то есть до румяной золотистой курочки. Готовность пирога можно проверить на сухую лучинку. Прошло 20 минут, именно столько готовился пирог в моей духовке. Теперь проверяем пирог на готовность. Проверять пирог на готовность лучше в районе груш. Палочка чистая и сухая, значит пирог полностью пропекся. Теперь нужно его охладить, не вынимая пирог из формы. Накрываем его полотенчиком и подождем, пока пирог остынет. Когда пирог полностью остынет, перекладываем его на блюдо, посыпаем пирог с сахарной пудрой и можно подавать его к столу. Я надеюсь, что вам понравится пирог с грушами на пушистом дрожжевом тесте, приготовленный по этому рецепту. А у меня на этом все. Всем приятного чаепития и пока-пока! Вот так пирог выглядит на разрезе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...